Всем привет! В одном из прошлых видео я рассказывал про успешные реанимационные мероприятия и терапию постреанимационной болезни. Сегодня про обратную ситуацию, то есть про неуспешные реанимационные мероприятия и констатацию биологической смерти. Поехали! Итак, пациент в клинической смерти вы проводите реанимационные мероприятия, а пациент не собирается оживать. Невозможно проводить реанимацию вечно, когда-то надо заканчивать. И при этом необходимо оставаться в рамках закона. Что делать? Где про это написано? Прекращение реанимационных мероприятий описано не только в рекомендациях Национального совета по реанимации, но и в 66 статье 323 федерального закона. Кроме того, есть еще постановление правительства РФ номер 950 об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека. И последнее это мнение экспертов, которые будут оценивать проведенные мероприятия по вашей документации. Кстати, если вы хотите посчитать актуальные статьи по теме видео, переходите на сайт Boosty и становитесь нашим спонсором. Специально для вас мы выкладываем не только ролики, но еще и использованную литературу. Кроме того, спонсорам доступны всякие другие плюшки. Ссылка есть в описании под каждым роликом. Итак, рекомендации. Национальный совет по реанимации выпустил рекомендации в 2015 году. Надо понимать, что рекомендации НСР это почти дословный перевод рекомендаций Европейского Совета по реанимации того же 2015 года. Поэтому некоторые моменты в них сложно отразить. Страны в Европе много, у каждой свое законодательство и свое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. В рекомендациях есть раздел, который называется «Этика в реаниматологии и принятие решения о прекращении реанимационных мероприятий». Я не буду полностью пересказывать эту главу, а проведу небольшие выдержки оттуда. Что такое безнадежная реанимация? Реанимация считается безнадежной, когда шансы на выживание с хорошим качеством жизни минимальны. То есть когда бессмысленно ожидать благоприятный неврологический исход у данного пациента. Понятно, что прогнозировать что-то во время реанимационных мероприятий это не очень удачное решение. Даже при восстановлении сердечной деятельности стараются не делать прогнозы в первые 72 часа. Но надо понимать, что пациент, которому уже час проводят безуспешный ЗМС и ИВЛ, даже если у него восстановится сердечная деятельность, вряд ли будет социальным. Это не касается некоторых потенциально обратимых причин смерти, но в целом так. А где та временная граница, при которой пора бы прекратить? В одной из работ проанализировали более 17 тысяч пациентов с вне госпитальной остановкой кровообращения. Выявляли связь продолжительности реанимационных мероприятий до восстановления сердечной деятельности с выживаемостью и благоприятными неврологическими исходами. Надо понимать, что какое-то заболевание привело пациента в объятие клинической смерти. То, что у него восстановилась сердечная деятельность, не означает, что клиническая смерть не может случиться повторно. Вот и смотрели, жив ли пациент через месяц или все-таки скончался. В итоге получилась вот такая таблица. По вертикали – проценты, по горизонтали – длительность реанимационных мероприятий до восстановления сердечной деятельности. Голубая линия – выживаемость через месяц. Красная линия – благоприятные неврологические исходы. Да, благоприятными неврологическими исходами в этой работе считалось один или два балла по cerebral performance category. То есть пациент в сознании полностью себя обслуживает и может работать как минимум на простой работе. Если сердечная деятельность восстановилась на первой минуте реанимации, то вероятность одномесячной выживаемости составила почти 37%, а вероятность благоприятного неврологического исхода почти 22%. На десятой минуте – около 17% выживаемость и около 7,5% благоприятные неврологические исходы. 20 минут – 4,5% выживаемость, менее 2% благоприятные неврологические исходы. И тридцатая минута – менее процента выживаемость, менее половины процента – благоприятные исходы. Да, на 53-й минуте никто из пациентов не выжил. Эта таблица – не очень хороший инструмент статистического прогнозирования, но чего-то лучшего для скорой помощи нет. И еще по этой таблице видно, что чем дольше ритм не восстанавливается, тем хуже. Этот момент учтен в рекомендациях. Там написано, что медработники должны рассмотреть отказ от продолжения реанимационных мероприятий, если асистолия длится более 20 минут, несмотря на проводимую СЛР при отсутствии обратимой причины. Помним, например, что при переохлаждении, когда реанимация продолжается, пока пациент еще не согрет, мы продолжаем реанимационные мероприятия и согреваем пациента. Констатация за 20-30-40 минут у этих пациентов абсолютно неправомерна. Обратите внимание, в рекомендациях написано про 20 минут именно асистолии, а не фибрилляции или беспульсовой электрической активности. Второе, на что надо обратить внимание, это на саму фразу. Там написано, что надо не прекратить СЛР, а рассмотреть возможность отказа от продолжения. То есть подумать, а не пора ли прекращать, учитывая заболевания, сопутствующие факторы и все вот это вот. Но можно и продолжить. В любом случае, мы получили первую цифру – 20 минут асистолии. Кроме того, там написано, что профессиональные медработники должны рассмотреть возможность транспортировки в больницу во время продолжающейся реанимации в случае, когда нет критериев отказа от СЛР, но если есть хотя бы один из ниже перечисленных. Первое, остановка кровообращения произошла в присутствии медиков. Второе, восстановилось кровообращение. Третье, имеющийся ритм, фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса. Четвертое, предполагается потенциально обратимая причина клинической смерти, например, кардиальная, токсическая, гипотермия и т.д. Это решение следует рассмотреть на ранней стадии реанимации, то есть через 10 минут расширенных реанимационных мероприятий без восстановления эффективного кровообращения. Необходимо учитывать обстоятельства, такие как расстояние, задержка с началом СЛР и ее предполагаемое качество, а также характеристики пациента. Помимо прочего, не стоит забывать про донорство органов от пациентов со смертью мозга. Это коротко про констатацию из рекомендаций. Что нам говорит закон? Как я уже упоминал, прекращение реанимационных мероприятий и констатация биологической смерти регламентирована 66 статьей 323 федерального закона и постановлением правительства РФ номер 950. Там написано, что реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их абсолютно бесперспективными, а именно 1. При констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса реанимационных мероприятий, направленных на поддержание жизни. 2. При неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций в течение 30 минут. 3. При отсутствии уноворожденного сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения реанимационных мероприятий. Что тут важно? Смерть мозга — это диагноз, который может быть установлен только в стационаре и только консилиумом врачей. На этапе скорой помощи такой диагноз поставить невозможно, то есть в запись в карте вызова констатирована смерть мозга абсолютно безграмотна и незаконна. 2. Реанимационные мероприятия можно прекратить при их неэффективности в течение 30 минут. Тут не описано, что считать эффективными реанимационными мероприятиями. Например, пациент в клинической смерти на экране монитора исходно регистрируется асистолия, а через 10 минут регистрируется фибрилляция желудочков. С одной стороны, есть какой-то эффект, ритм-то изменился. С другой стороны, пациент как был в состоянии клинической смерти, так в этом состоянии остался, ведь ни одна из жизненно важных функций не восстановилась. Этой дыркой пользуются всеми любимые эксперты при оценке карт вызова. Они считают, что должно быть именно 30 минут асистолии, вот тогда реанимационные мероприятия можно считать неэффективными. Если, например, на 29 минуте реанимации вы описываете появление единичного комплекса, то будьте добры еще минимум 30 минут проводить реанимационные мероприятия. Это не только не соответствует рекомендациям, но и принципам этики. Однако с экспертами бодаться по этому вопросу, скажем так, сложно и, скорее всего, бесперспективно. Так что будьте внимательны при написании карты вызова. Помимо этого, в 950 приказе есть протокол установления смерти человека. После констатации биологической смерти он должен быть заполнен и прикреплен к медицинской документации. Его отсутствие — это нарушение работы с документацией, которая карается соответствующими мерами. И на этом все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если очень понравилось, переходите на сайт Boosty и становитесь нашим спонсором. Спонсорам доступны всякие дополнительные плюшки от статей по теме выпуска и аудиоверсии роликов до надписи с именем на борту космолета. Все ссылки в описании. Хорошего вам дня и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok